Всем большой привет! Сегодня сразу три рецепта, как вкусно заготовить кабачки на зиму. Каждый способ хорош по-своему. Выбирайте на свой вкус. Чтобы не пропускать новые рецепты, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Приятного просмотра! Первый рецепт. Маринованные кабачки как шашлычки. Берём 2 килограмма кабачков, обрезаем у них хвостики, а затем нарезаем кружочками толщиной около сантиметра. Складываем все кабачки в миску, добавляем 50 миллилитров подсолнечного масла без запаха и хорошо перемешиваем. Дальше разогреваем сухую сковороду и обжариваем на сильном огне поочередно все кабачки. Доводить их до готовности не нужно. Достаточно, чтобы с обеих сторон появилась золотистая корочка. Жареные кружочки кабачков складываем в миску и даём немного остыть. В это время нарезаем перьями 300 граммов лука. Помещаем его в какую-то ёмкость, добавляем 15 граммов соли и хорошо мнём руками до выделения сока. 35 граммов чеснока мелко рубим ножом. Теперь в ещё тёплые кабачки перекладываем лук. Добавляем туда 30 граммов приправы для шашлыка, измельчённый чеснок, 30 граммов сахара, 3 грамма чёрного молотого перца, 50 миллилитров 9% уксуса и хорошо перемешиваем. Затем накрываем кабачки тарелкой подходящего диаметра. Сверху устанавливаем груз и отправляем в холодильник не меньше, чем на 7 часов. Спустя указанное время достаем наши кабачки из холодильника, даём им прогреться до комнатной температуры примерно около часа. А дальше раскладываем кабачки по стерильным банкам. При этом хорошо их уплотняли. Как стерилизовать банки и крышки можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Из указанного количества продуктов у меня получилось 4 пол-литровые баночки. Выделившийся сок распределяем равномерно по всем банкам. Прикрываем их крышками. Устанавливаем в застеленную полотенцем кастрюлю. Заливаем по плечике водой комнатной температуры и отправляем на умеренный огонь. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуем кабачки ровно 15 минут. Дальше достаем банки из воды, закатываем их, переворачиваем, укутываем и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Очень вкусные кабачки на зиму готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Второй рецепт. Очень вкусный салат из кабачков по-корейски. Берем 1 килограмм 600 граммов молодых кабачков, срезаем у них хвостики, а затем натираем на терке для корейской моркови. За неимением таковой кабачки нужно порезать тонкой длинной соломкой. В такую же соломку превращаем 400 граммов морковки. 300 граммов репчатого лука режем тонкими перьями. Дальше перекладываем подготовленные овощи в глубокую миску. Добавляем туда 50 граммов соли, 100 граммов сахара, 2 грамма черного молотого перца, столько же красного острого перца, 3-4 грамма молотого кориандра, 25 граммов пропущенного через пресс чеснока, 100 миллилитров 9 процентного уксуса, столько же подсолнечного масла и хорошо перемешиваем. Затем даем салату настояться 1 час при комнатной температуре. За это время содержимое миски несколько раз мешаем. По истечении времени раскладываем салат по чисто вымытым банкам. Стараемся уплотнить его как можно сильнее. Сверху заливаем овощи выделившимся соком. Из указанного количества продуктов получается 4 полулитровые баночки. Прикрываем банки крышками, устанавливаем застеленную полотенцем кастрюлю, заливаем по плечике водой комнатной температуры, включаем небольшой огонь и ждем пока закипит. С момента закипания воды в кастрюле засекаем время и стерилизуем салат 10 минут. Затем банки закатываем, переворачиваем вверх дно, накрываем чем-то теплым и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Очень вкусный салат из кабачков на зиму готов. Хранить его можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Третий рецепт. Та самая икра заморская, кабачковая. В первую очередь нарезаем все овощи. Кабачки небольшими кубиками, лук полукольцами, морковку соломкой. Затем разогреваем сковороду, вливаем немного подсолнечного масла и отправляем туда лук. Жарим его до мягкости. Добавляем морковку и жарим все вместе еще минут 5-7. Прошло 7 минут, наши овощи обжарились. Теперь выключаем огонь и перекладываем содержимое сковороды в кастрюлю. Туда же высыпаем нарезанные кабачки. Выливаем оставшееся масло. Хорошенько перемешиваем все. Включаем средний огонь и ждем пока закипит. Прошло где-то минут 10. Овощи пустили сок, почти полностью покрылись им и закипели. С этого момента засекаем время и будем варить ровно 1 час. В процессе приготовления содержимое кастрюли время от времени перемешиваем. Варим на медленном огне. Крышку плотно не закрываем, оставляем место для выхода пара. Через час добавляем в кастрюлю томатную пасту. Разравниваем ее по поверхности овощной массы. Накрываем кастрюлю крышкой. Все так же не плотно. Оставляем немножко для выхода пара. И продолжаем варить еще 20 минут. За это время несколько раз перемешиваем. По истечении времени добавляем сахар, соль, паприку, черный перец и красный острый перец. Перемешиваем хорошо. И варим еще 2-3 минуты. Затем снимаем кастрюлю с огня и превращаем овощную массу в пюре с помощью погружного блендера. Теперь добавляем уксус. Перемешиваем. И возвращаем нашу икру на огонь. Кипятим еще 10 минут. Время от времени не забываем мешать. Готовую икру разливаем по стерильным баночкам. Накрываем стерильными крышками и закатываем. Закрытые банки переворачиваем вверх дном. Накрываем чем-то теплым и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Вкусные кабачки на зиму в трех вариантах готовы. Крутите с удовольствием и кушайте на здоровье. Если вам понравились рецепты, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok